Всем доброе утро! Мчимся в школу по объездной дороге У нас там на нашей улице машина застряла Мы вот развернулись и быстрее в объезд Чтобы в школу не опоздать Отвезла только Никиту Кирюша сегодня к третьему уроку Его отвезу в школу когда за Ваней поеду назад Сейчас Ванюшу в садик Там по времени как раз совпадает Садик, родной, дорогой Давай, Нюш Сейчас к деткам пойдем играть Отлично пошли Сейчас мы на 2,5 часа остаемся В общем, каждый раз по полчаса я прибавляю Ну, так комфортно и мне, и ему И я спокойно Ну, и он так постепенно привыкает Все, домой убираться Сейчас папу нашего по дороге встретила Поехал за посылками Так, в зале я более-менее убралась Сейчас повезу Кирилла В школу Загрузила стирку И отправила робот-пылесос На кухню На кухню я еще, кстати, не доубиралась Все, поехали Елку, кстати, сегодня будем разбирать Мне кажется, уже пора Опять снег пошел Сейчас открою, сын Папа наш на работе Пока Что-то как-то темно на улице Кстати, у меня одна подписчица написала Потому что, Вика, у нас световой день Всего два часа А я еще тут сокрушаюсь Ой, пять часов вечера Так темно уже У людей только два часа в день светло Ой, еще и ветер Да я за Ваней иду Ваня в садике был Сейчас разговаривали с воспитательницей Она сказала, что давайте попробуем еще надольше оставлять Уже совсем хорошо Вон куда Ванька забрался Высоко Давай, наверное, мама сними тебя уже Мы же только слезли Опять? Кстати, этот тигренок у нас сейчас любимая игрушка Все, приехал Спускай ноги и давай сам теперь Главное, Антошку не потеряй Антоху главное не потерять, Вань Антоху Упал Вань, Антошка упал Точно, елку надо сегодня убирать Она мешает Уже и кот на нее охотится Подожди Стой, стой, стой Стой Все Сейчас мы минут через 10 поедем уже в Сызре Я уж комбинезон подготовила, Ванюш Одеваться сейчас будем Антоха, поехали Поднимай его Вам тесно вдвоем на одном мотоцикле Улегся Катайте его теперь Вань Ехать надо Заехала я к своей сестре в квартиру Измерила стол Мне нужно заказать на этот стол отдельную столешницу То есть она должна быть длиннее, но и чуть пошире Хотя ширина меня такая стола устраивает Длина не совсем та, что мне нужна Ну и поверхность То есть клеенчатая поверхность меня не устраивает А под ней он темный стол А мне нужна светлая поверхность А зачем мне вообще все это нужно? Это теперь будет мое новое рабочее место То есть я буду сюда приезжать Снимать здесь для я тортодел Для начала мы решили, что пока я здесь буду снимать только процесс То есть там, где мои руки А кадры с моим лицом будем потом дома снимать Сестра здесь пока не живет Они живут на севере Единственное, что в соседней комнате у нашей Машеньки кабинет То есть она там принимает своих клиентов Макияж, прически И инстаграм Машеньки я оставлю в описании Те, кто с Октябрьска, может захотят сделать себе шикарную прическу Или макияж к празднику Обращайтесь к ней Брови я, кстати, тоже у нее делаю И вот обсудив все и с сестрой, и с Машей Вот буду теперь здесь работать Олег сейчас созвонился с мебельщиком, да? Он же мебелью занимается? Ну да Ну да, вот И узнал про столешницу Сказали, что есть в наличии Мы сейчас поедем посмотрим Какая она Устраивает ли меня цвет Нужна либо, как у нас, вот на кухне Под мрамор Либо просто белая, матовая Сейчас они поговорят И я потом выйду Посмотрю Образцы Вот такую вот выбрала Столешницу нам делают Но готова она будет только на следующей неделе Поэтому мне сейчас нужно обклеить то, что есть У нас есть стол вот такой вот темный Когда-то он уже был обклеен белой пленкой Тоже мне нужно было для работы Я на нем снимала фигурки Но потом он нужен был Насте И Настя эту пленку сняла То есть ей темная поверхность больше нравилась Я сейчас заново обклею матовой пленкой И для одного или, может быть, для двух видео Пока буду использовать вот такой вариант Вся семья ищет Дудукино колесо Нашли Дудукино колесо Дудука это Ванин слон Вот колесо отвалилось Все искали Да, Вань? Все искали И Ваня искал, до сих пор ищет А где второе колесо? А где сам Дудука? Где Дудука? Давай искать теперь Дудуку Обклеила я столешницу Здесь, правда, в коридоре освещения не очень Но я приготовила, чтобы завтра Олег сразу загрузил себе в кадик И увез меня туда, в квартиру Заезжала сегодня еще в пятерочку Это вот, когда мы ездили заказывать столешницу И в основном овощи То есть капуста белокочанная, красная Груша Фрукты Огурцы, помидоры И я увидела вот такие вот огромные шампиньоны 23 рубля за 100 грамм Здесь у меня получается полтора килограмма Такие вот большие все Как братья друг на друга похожи В общем, сегодня хочу их сделать в духовке Замариновать и в духовке приготовить А капусту эту я хотела нашинковать И отправить в морозилку Потом буду использовать для тушеной капусты Либо для борща А из этой сделаю салатик Почему-то я ее увидела Захотелось мне салат Грибы я помыла Мариновать я буду в сметане и в майонезе В общем, 150 грамм сметаны 150 грамм майонеза Обычно добавлять 10 грамм на килограмм Но здесь у меня полтора килограмма грибов Я добавила только 10 грамм соли Так как использую майонез для маринада Так, соль, перец Все, перемешиваем Мариновались грибы у меня 15, наверное, минут 15-20 Сейчас в форме прям вот так вот и отправлю Ничем прикрывать не буду Отправлю в духовку Духовку я разогрела до 200 градусов Я думаю, нормально будет Хотя сначала на 180 Если что, уменьшу Был комментарий про грибочки Которые мы делали на Рождество Ну, то есть там мы их на мангале готовили Маринад был точно такой же Только не заменяли майонез на сметану То есть полностью был майонез 300 грамм майонеза Ну и так далее Грибы были просто волшебные В духовке, я думаю, наверное, то же самое будет В духовке вот так отдельно грибы мы еще не делали Так, все Красивые такие Вилок капусты нашинковала С помощью измельчителя Сейчас надо убрать Будет здесь все Сейчас в два пакета Ну да, наверное, два пакета Использовать буду Поместиться, я думаю И в морозилку это все Тут еще пока грибочки готовятся Я суп доварила Это куриный с вермишелькой Я его начала сегодня после обеда делать Но не завершила Так как у нас выключили воду Курицу только отварила А картошку даже помыть заранее не успела Поэтому сейчас доготовила Вермишель обычно яичная Ну и грибочки тут, в принципе, готовы уже 40 минут прошло Я думаю, уже все Можно выключать и вытаскивать их Ну прям красотища Сейчас мы тарелочки подготовим В общем, огурчики, помидорчики И все будет вообще шикарно Очень красивые Получилось два вот таких вот пакетика Которые отправляются в морозилку Доброе утро Собрала я свои пожитки Это не все Это только то, что мне пригодится Именно для этого рецепта Для следующего видео на Я Тартодел Это здесь и инструменты различные И чаплашки, ну чашечки Ой, я надеюсь, я ничего не забыла И начну работать без проблем Приготовила ноутбук Индукционка Там еще у меня штатив Так, вот здесь вот Все, что нужно для съемок Сейчас покажу У нас тут камера Микрофончики И вот экран На камерной На котором я вижу все, что я делаю Он над камерой у меня Обычно Чтобы все входило в кадр Все контролирую И еще Вот такая вот штука Светильники свои Ну, софтбоксы Я уже Там выставила на пороге Чтобы не забыть их в первую очередь Это самое главное Ну, вроде все Остальные свои Тартодельные приспособления Я буду перевозить Ну, потихоньку По чуть-чуть То есть самое основное Сейчас уже собрала А остальное Помаленьку буду каждый день Туда таскать А, и еще я заберу свою морозилку Потому что Там холодильник есть Но морозильная камера Очень неудобная Ну, мне будет неудобно Туда Ставить Различные заготовки Которые должны заморозиться Подморозиться В общем, я эту морозильную камеру Заберу с собой Но не сегодня В этом рецепте Она мне не понадобится Наверное, завтра мы С утра перевезем Холодильник свой для тортов Я забирать не буду Он останется Он у нас в чулане стоит Ну, хорошо стоит Никому не мешает Не считая нужным Его туда перетаскивать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok